Подробнее о паводковой ситуации в регионах и о том, как действовать казахстанцам во время половодия, мы поговорим с Кахарманом Оразалиным, начальником Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС. Он сегодня у нас в гостях. Кахарман Нуртасович, добрый вечер. Прогнозы, как мы видим, неутешительные. Но, конечно, хочется знать, насколько угроза реально действительная и сколько поселков и людей сейчас находится в зоне подтопления. Да, в зависимости от погодных условий в текущем году сохраняется высокий уровень подтопления в 276 населенных пунктах, где проживает более 270 тысяч населения. Это у нас Акмолинская область, Атраусская область, Актюбинская область, Североказахстанская область на территории Казалардинская, Костанайская, Мосточно-Казахстанская и Западно-Казахстанская области. Это зона риска, куда входят регионы? Да, куда входят, 276 населенных пунктов, где подвержены паводкам. И какие могут быть последствия наводнений? На сегодняшний день спрогнозировать наводнение для прогноза необходимые исходные данные, такие как показатели среднего увлажнения почвы, потом объемы влагозапасов, промерзания грунта, процесс снеготаяния и снегонакопления. Какие объемы воды? Есть какие-нибудь данные? В то же время вы сами знаете, что необходимо ответить, что погодные условия бывают непредсказуемые на сегодняшний день. За сутки может выпасть месячная норма осадков, как мы наблюдаем в городе Нур-Султане. И поэтому, что может усугубить ситуацию и так тяжелую на сегодняшний день. Также может повлиять и температурный режим, который может резко повыситься воздух. Какие прогнозы по погоде? Есть ли какие-то определенные сроки? Если погодные условия позволяют спрогнозировать поводку и ситуацию, нами моделируется вся ситуация. И, соответственно, приводится готовность силы и средства для проведения спасательных операций и оказания помощи населению. То есть можно сказать, что предстоящий апрель это будет тот месяц, где ожидается пик половодья? Как правило, да. Последние годы, опыт последних лет показывает? Последние годы проведенный мониторинг показывает, что в конце марта и в апреле месяце всегда выпадает непредсказуемое количество осадков. А сейчас уже по количеству талой воды показатели превосходят прошлогодние? В некоторых регионах, да, которые я озвучил, в таких регионах сохраняется угроза подтопления населенных пунктов. Но, тем не менее, с 2017 года по 2020 годы в рамках реализации дорожных карт борьбы с паводками была минимизирована угроза с 905 населенных пунктов до 276. То есть в 315 населенных пунктах была полностью снята угроза подтопления, а в 314 населенных пунктах нами минимизировано подтопление. То есть где проживало, то есть проживает более 350 тысяч населения. Очень важный момент, это когда во время самого половодия, именно поведения самих людей, вот что нужно делать, когда наступает большая вода? Да, в первую очередь необходимо, чтобы население знало сигналы оповещения. То есть сигнал оповещения населения, это задействуется и перехват телерадиоканалов, а также смс-сообщения. Получив смс-сообщения, необходимо будет прослушать ту информацию, которая передается нашими службами, и следовать строго тем рекомендациям, которые даются дежурными службами. Ну, заблаговременно рекомендуем иметь, конечно, теплые вещи с собой, запас продуктов питания, также медикаменты, если кому необходимо будет. Ну, выходя из дома, при эвакуации необходимо будет отключить электроэнергию, газоснабжение. А на случай ЧАЭС уже организованы какие-то места, куда будут переселяться люди? Да, вот об этом я хотел как раз и сказать. Если можно, коротко. Пункты временного размещения населения местными исполнительными органами совместно с нами определены. Это порядка более трех тысяч пунктов временного населения, которые могут принять более одного миллиона людей.